Анастасия, какой фрезой лучше снимать гель-лак? А полигель? Это правда, что керамическая фреза не жжет? Такие вопросы я получаю почти каждый день. И в этом видео мы подробно рассмотрим фрезы из этих двух материалов и наглядно их сравним. Не переключайся! Привет! С вами Анастасия. Твердосплавные и керамические фрезы используются для снятия искусственного материала, коррекции и запила искусственных покрытий. Они различаются по форме, размеру и абразиву. Самый грубый абразив – черная насечка, и она вам пригодится только в исключительных случаях, например, для снятия очень толстого покрытия, например, наращивания экстремальных форм. Далее идет зеленая насечка. Вот ее мы будем использовать чаще, особенно если нужно снять гелевые, акриловые или ногти из полигеля. Опытные мастера могут использовать ее и для снятия гель-лака. Синяя мягче, но все еще достаточно грубая, тоже нам пригодится. Чаще всего используется для снятия гель-лака или искусственного покрытия. Красная совсем мягкая подойдет лишь для снятия тонкого покрытия гель-лаком. Советую ее начинающим мастерам, чтобы отработать движение. Желтая уже слишком мягкая, я ее использую только если нужно снять, например, только верхнее покрытие, не задевая материал. То есть, если вы работаете в основном с гель-лаком, вам чаще всего будет нужна фреза с синей насечкой. Однако, вы никогда не знаете, какой клиент к вам придет, поэтому советую иметь фрезу и с зеленой насечкой. Вдруг придется снимать наращивание или укрепление твердым материалом, гелем или полигелем. Чем же отличаются твердосплавные от керамических? Если посмотреть под микроскопом, то можно увидеть, что лезвия керамической фрезы тоньше, а значит глубже проникают в материал, снимая его быстрее. Керамика является пористым материалом по сравнению с металлом и очень плохо проводит тепло. Вспоминаем школьную физику. Именно поэтому принято считать, что керамические фрезы меньше жгут. Это действительно так, из-за особенностей самого материала. Но только если жжение вызвано именно силой трения. То есть, мастер работает на очень низкой скорости или долго держит на одном и том же месте. А вот жжение, вызванное касанием кожи, ногтевой пластины, чрезмерным нажимом, от него вас фрезы никак не застрахуют. Так что правильная и грамотная работа мастера всегда на первом месте. Мы с вами уже разобрались, что керамика снимает чуть быстрее. Именно поэтому я бы советовала ее для мастеров с опытом. Новичкам однозначно будет проще справиться с твердосплавной фрезой. Давайте их сравним. У твердосплава явные преимущества в цене. Как правило, они более доступные. Больше разнообразия форм, размеров и абразивов. Можно найти фрезы с разным направлением насечек, реверсивные фрезы, фрезы для левшей. Керамика служит дольше, стоит дороже, меньше вариантов форм и размеров. Однако, очень советую их для быстрого снятия гель-лака или геля. Теперь давайте попробуем их на практике. Будем снимать покрытие гель-лаком и увидим разницу наглядно. Начнем с моей правой руки. Здесь уже прилично так отросло покрытие. Это было укрепление гель-лаком. Берем керамическую фрезу с зеленой насечкой. Работать я буду сейчас левой рукой. Я правша, так что имейте ввиду, поэтому движения будут немного странными. Но мне кажется, для теста фрез как раз это очень даже неплохо. Когда мы работаем не доминирующей рукой, всегда наша ведущая рука, конечно, хочет ей немного помочь. Поэтому невольно получаются какие-то движения правой рукой. Но в целом неплохо материал снимается достаточно легко и ровно. И, кстати, зеленая насечка, я ее советую в том случае, если покрытие либо толстое, либо вы уже уверенно работаете. Если вы только начинаете, то все же лучше возьмите с синей насечкой, чтобы не перепилить себе ногти, особенно левой рукой. Когда я снимаю материал на себе, то, как правило, снимаю его до конца. Даже если он хорошо держится, как в данном случае, просто, как правило, я всегда потом экспериментирую с какими-то новыми материалами. Ну что, получилось достаточно неплохо. Следующий твердосплав. Здесь уже синяя насечка и немного другая форма. Здесь у меня также была 3D наклейка. И, кстати, я всегда думала, ну, наклейки, они же мягкие, они должны легко сниматься. Но вот именно эти 3D наклейки так с усилием еще приходится спиливать. Ну, также здесь у нас синяя насечка, то есть это получается более мягкая фреза. И то ли это форма более пузатая, то ли я не смогла сразу переключиться с керамики. Но, как видите, здесь у меня уже менее равномерно получается снимать. Кстати, если у вас сложности со снятием материала, то я вам настоятельно рекомендую тренироваться на себе, в том числе не ведущей рукой. Потому что так вы точно отработаете все движения, поймете, когда бывает некомфортно, когда горячо и научитесь работать аппаратом. А вот снимать материал с помощью твердосплавной или керамической фрезы до самого конца я вам советую только если вы очень уверенно себя чувствуете. Если вы начинаете, то все же лучше оставьте тонкий слой и доработайте его уже пилкой. А если там нет от слоя, то можно и не дорабатывать, просто оставить снизу и продолжить новое покрытие. Но по периметру, то есть на свободном крае, вдоль боковых сторон все же лучше снимайте. Потому что там, как правило, все равно уже есть какие-то микротрещины, небольшие отслойки. Этот материал лучше обновить. А вот по центру, если он держится хорошо, можно и оставить. Я уже приноровилась к этой фрезе. Также работает неплохо. Первый, конечно, я сняла намного быстрее, но там у нас также была и зеленая насечка. И все-таки керамика действительно снимает быстрее. Теперь давайте проведем тест на клиенте. Все-таки это уже немного другое. Вот такие у нас есть ручки. Здесь уже отросло покрытие. Прошло три с половиной недели. Кстати, это я тоже показывала на своем канале. Если вы не видели, как делать такой дизайн, ссылку я оставлю в описании. Берем твердосплавную фрезу уже другой формы с синей насечкой и начинаем снимать. Здесь выравнивание и само покрытие не такое уж толстое. Так что я думаю, что синей насечки должно хватить. Кстати, знаете, сначала я очень с недоверием относилась вот к такой форме фрезы. Меня всегда напрягал вот этот торец. Мне казалось, что им очень легко порезать. Но потом, когда я несколько раз ей поработала, я поняла, что, вы знаете, это наоборот очень удобно. Вы можете заходить даже в глубокую пазуху, аккуратно проходить мимо кутикулы. В общем, это действительно дело привычки и я поменяла свое мнение. Как вы видите, фреза снимает достаточно быстро и легко. Скорость у меня сейчас 23 тысячи оборотов в минуту. И когда я снимаю вдоль противоположной боковой стороны, то я меняю захват. Видите, я сейчас взяла пальчик клиента как бы сверху и дальше дорабатываю боковую сторону и зону кутикулы. Здесь мы не будем до конца снимать, так как от слоек нету. Я ставлю старую базу по центру, чтобы потом сделать новое покрытие. Итак, давайте теперь разберем, как мы снимаем от начала до конца. На самом деле существует очень много схем, но вот одна из самых простых вот такая. Берем и начинаем с одного края. Если вы левша, то у вас будет все в зеркальном отражении и, как правило, вы будете начинать с другого края. И вот такими ровными движениями постепенно снимаем материал. Очень важно, чтобы нажим у вас не менялся. Если вдруг вы слишком сильно нажимаете, то у вас получается яма и потом ее необходимо заровнять. А если вы сразу же делаете равномерные движения, вот как сейчас, то материал уходит равномерно со всей поверхности и у вас не будет пропилов или порезов. Таким образом, работая слева направо, мы доходим максимально до края, как еще удобно держать руку. И затем мы перехватываем ее. Можно сначала вот таким образом доработать уголочек, а можно сразу сделать верхний захват. Обратите внимание, как сейчас я держу палец клиента. И вот таким образом мы уже снимаем материал до конца с боковой стороны и у зоны кутикулы. Как я уже сказала, сначала я с недоверием относилась к форме этой фрезы. Но, как вы видите, если аккуратно подходить носиком, то мы как раз можем все полностью снять без пропилов. Но еще раз повторю, если у вас недостаточно опыта и вы боитесь пропилить, а зону кутикулы очень нехорошо будет пропилить, то лучше просто делайте маленький отступ и вот эти остатки вдоль кутикулы, близко к боковым сторонам, вы потом быстро можете снять пилкой. Либо затем, когда вы делаете новое покрытие, вы же в любом случае будете делать новый маникюр. И в процессе аппаратного или комбинированного маникюра часть материала также у вас снимется. Что касается скорости, ее нужно всегда выбирать, исходя из мощности вашего аппарата. Почему-то об этом недостаточно говорят, но это на самом деле важно, потому что если ваш аппарат очень мощный, вы можете вполне хорошо, качественно снимать даже на 20 тысяч оборотов. А вот если он уже не такой мощный, то вам придется добавлять больше. В любом случае скорость должна быть такая, чтобы снимая вот примерно в таком темпе, как я вам сейчас показываю, это кстати без ускорений, все в реальном времени, у вас не должно жечь. Также ни в коем случае не останавливайтесь на одном месте долго, то есть всегда как бы переходим на другое. На маленькой скорости 18 тысяч и ниже будет уже достаточно сложно снимать, потому что на такой скорости уже сложнее контролировать нажим и невольно вы будете делать его больше, что может приводить уже к пропилам. Теперь переходим к керамической фрезе. Она с зеленой насечкой, но форма у нее очень похожа на ту, которой мы сейчас работали. И вы знаете, каждый раз, когда переключаешься на другую фрезу, в данном случае вообще из другого материала, то первые несколько движений всегда как-то непривычно, ну потому что ты уже привык к той, а теперь раз и что-то другое. Но как вы видите, она снимает тоже достаточно хорошо и быстро, ну и здесь у нас вообще зеленый абразив, то есть она более абразивная, это значит, что работать нужно чуть-чуть осторожнее и не настолько сильно нажимать. Я спросила у клиентки, чувствует ли она какую-то разницу в ощущениях. Она сказала, что нет, только слышит, что другой звук от спиливания. Это, кстати, довольно интересное наблюдение, потому что, как правило, когда я тестирую, например, алмазные фрезы, то, как правило, разница все-таки есть. Ну а что касается моей работы, то да, конечно, небольшая разница есть. Знаете, когда работаешь керамикой, ощущение, как будто бы ты срезаешь ножом что-то с масла, которое уже подогрета, а когда с твердосплавом, как будто бы это масло замороженное. Не знаю, если понятно объяснила, ну в общем, да, небольшая разница есть. Здесь также у нас сама фреза немного отличается по форме, у нее носик закругленный, а это значит, что им работать нужно чуть более осторожно, с кругленным носиком, особенно при сильном нажатии, можно где-то пропилить ямку, поэтому очень близко я им к коже уже не подхожу. Здесь у нас была небольшая отслойка сбоку, если есть отслойка, то ее обязательно нужно полностью убирать. Здесь у нас, к тому же, еще видите, с правой стороны и скололся материал, это значит, что, скорее всего, придется снять базу полностью. Кстати, большой палец, пожалуй, мой самый любимый для снятия материала. Ну, потому что он большой, удобный, кутикула квадратной формы и достаточно легко можно везде подобраться. То есть, я все сняла сначала вот таким образом и затем снова делаю верхний захват и дорабатываю вот этот правый уголок. Материал весь сняли, теперь осталось заменить форму. Мы решили переключиться с квадратной формы на миндальную, тем более у этой клиентки достаточно крутые арки и я думаю, что любая овальная или миндалевидная форма будет смотреться на ней очень эффектно. Кстати, я работаю пилками со сменными файлами от магазина Russian Bourse, все ссылки я обязательно оставлю в описании. Вот такой маникюр в итоге у нас получился. Подведем итоги. У меня в арсенале много твердосплавных и керамических фрез. Выбираю в зависимости от задачи и толщины покрытия. Считаю, что у мастера также должно быть минимум 2-3 вида каждой фрезы для снятия искусственного материала. Заказать твердосплавные и керамические фрезы высокого качества можно в интернет-магазине Russian Bourse. Ссылки я оставлю в описании. А теперь опрос. Какую фрезу вы используете для снятия гель-лака? Интересно, кого же будет больше? Спасибо за просмотр видео. Если вы впервые попали на мой канал, советую подписаться, потому что новые полезные видео, такие как это, выходят каждую неделю. До новых встреч! Пока-пока!